Приветствую всех, друзья! С вами снова Максим. Этим видео я хотел бы открыть нашу новую серию видео, которую я назову Angular 2 Routing, полное руководство. Да-да, друзья, я знаю, что у нас на канале уже было одно видео, посвященное основам раутинга в Angular 2. Но все-таки я подумал, что неплохо было бы сделать более-менее нормально, особенно осветить эту тему, не просто там, знаете, как я в первом видео сделал, загенерировать какое-то простецкое и ни к чему совершенно не обязывающее стандартное демо-аппликейшн, что-то вам показывать. Я все-таки подумал, что лучше взять какой-нибудь нормальный проект, более-менее адекватный, который хоть что-нибудь делает, и уже на основе более-менее нормального проекта показывать, будем мы с вами вместе изучать раутинг. Друзья, так как этот курс будет посвящен исключительно раутингу, ну, конечно же, мы посмотрим и другие темы, какие нам будут попадаться, но в основном мы будем концентрироваться именно на раутинге. Поэтому моя задача была не писать полностью проект с нуля и показывать вам, а именно сконцентрироваться на раутинге. Именно поэтому я поискал в интернете немножко и скачал, значит, проект стандартный, созданный Деборой Курата, да, очень известной, ну, скажем так, не последним человеком в мире IT, которая много записывает интересных курсов, статей. И вот она, у нее был такой курс, который назывался «Введение в Angular», да, вот Angular Getting Started, и там она давала, ну, создавала такой простенький проект, проект, в котором, небольшой сайт, в котором можно менеджить проекты, добавлять их, удалять, ну, ничего сложного, но, по крайней мере, это более-менее цельный проект. И на ее GitHub репозитории можно скачать финальный код этого проекта, который распространяется совершенно бесплатно, можете скачать, можете модифицировать. Вот если вы почитаете «License», да, она пишет, что вы можете совершенно спокойно использовать его проект, модифицировать, использовать как его хотите. Воспользовавшись этим, я и скачал его, и его мы будем использовать для того, чтобы рассмотреть конкретную тему раутинга. Так, друзья, ну, прежде чем начнем мы с вами рассматривать именно эту тему, давайте именно посмотрим, как же работает раутинг в Angular 2 в целом. Вот, друзья, принципиальная такая схема, скажем так, высокого уровня, которая нам позволит понять, как же, в принципе, работает раутинг. Друзья, значит, все начинается с того, что мы каким-то образом меняем URL, да, меняем URL на нашем веб-сайте. Это может случиться либо, когда юзер, пользователь вводит руками адрес, либо он, либо адрес URL меняется из аппликейшна, да, то есть мы можем нажать на какой-то линк, мы можем нажать на какую-то кнопку, либо юзер может открыть какую-то закладку в своем браузере уже сохраненным адресом, либо, может быть, у него даже сделана сноска на рабочий стол куда-нибудь с сайтом. То есть каким-то образом меняется URL в браузере. Это первый шаг. После этого Angular произведет операцию мэтчинга пути, да, то есть сравнение пути в списке прописанных путей. Также возможен, возможно, при мэтчинге пути возможен редирект, то есть мы можем сказать, что если у нас путь такой, то мы делаем редирект, то есть переход на вот такой, на другой путь. Это возможно. Про редирект мы с вами еще посмотрим сегодня. В Angular 2 есть некоторые особенности редиректа. Значит, после этого могут вызываться, либо не вызываться, в зависимости, как мы это сделаем, различные гарды. Гарды – это различные защитники на русском языке, которые могут, различные проверки, которые могут либо позволить нам, либо не позволить перейти на этот URL. Ну, например, мы можем не позволять пользователю заходить в какой-то раздел сайта, если он не является администратором, например, да, или не обладает какими-то правами. То есть мы с вами будем с вами в будущем писать гарды, которые позволят нам либо, скажем так, подтверждать, либо отказывать пользователю в переходе на определенный URL. После этого, возможно, мы можем также prefetchить или resolve data, да, то есть мы можем подгружать какие-то данные даже до того, как произошел переход физически на другую страницу, для того, чтобы уже иметь эти данные в распоряжении и быстро показать их пользователю. После этого Angular активирует различные компоненты, которые связаны, ну, или основной компонент и все child-компоненты, которые связаны с URL, на которые мы будем переходить. И после этого Angular покажет темплейты, которые связаны с этими компонентами, ну, с основным компонентом. И таким образом у нас, друзья, постоянно происходит вот этот вот, да, loop, этот вот круг. То есть такая принципиальная, друзья, схема, как работает раутинг для тех, кто до этого не знал. Ну, давайте, друзья, теперь быстренько посмотрим, что же за проект такой мы с вами будем использовать. Вот я скачал ее финальный проект. Немножко там, единственная моя только модификация состояла в том, что я заменил одну картинку на главной странице. Ну, мы с вами посмотрим, значит. Значит, друзья, давайте его запустим. Я открыл этот проект в Visual Studio Code, последняя версия Visual Studio Code. Давайте я нажму Ctrl и обратную кавычку. Это позволит мне открыть внутренний терминал, где я напишу, во-первых, команду npm install, да, и это установит все зависимости, которые у нас есть в проекте. Давайте пока она устанавливается, мы посмотрим с вами файл package.json, в котором есть все вот эти зависимости, да. Ну, во-первых, стандартные пакеты Angular, после этого вот Angular in Memory Web API, это пакет, который она использует для того, чтобы симулировать реквесты на сервер. реактивные, React.js, да, то есть реактивные экстеншены, Bootstrap. Ну, то есть фактически ничего особенного, кроме стандартных Angular, мы видим только Angular in Memory Web API, Core.js, да, и реактивные экстеншены. Так, друзья, подождем, пока пока оно загружается, посмотрим, как организован этот проект. У нас есть главный, главный компонент, App Component. Мы посмотрим сейчас, как он выглядит в в браузере. Есть, то есть, у нас главный модуль, App Module, да, и, значит, здесь пока мы не видим никаких намеков на раутинг. Так, мы видим, друзья, что загрузились наши dependency, и теперь все, что нам остается, это написать npm start, стартуем наш сервер, и посмотрим, как же выглядит проект без раутинга. Ну, это может, конечно, как у меня занимать определенное время первый раз. Да, друзья, вот такой стандартный проект, который фактически сейчас ничего не умеет. Единственное, что, как я говорю, я только заменил вот эту вот картинку, тут у нее было написано, ну, там, какое-то название ее, а я заменил на свое Max on Dev, да, то есть Max on Development под название своего YouTube-канала. Да, мы видим, что есть ссылки у нас тут сверху, есть Home, мы нажимаем, ничего не происходит, Product List, Add Product, точно так же есть Show Messages, который ничего не делает, кнопка логинга, которая будет в будущем что-то куда-то логинить нашего юзера. Но сейчас, как мы видим, у нас нет совершенно никакого раутинга, мы не можем никуда перейти, если мы напишем какой-нибудь адрес здесь, то это ни к чему не приведет. И загрузится та же самая страница. Почему, друзья, будет постоянно грузиться та же самая первая страница? Да, просто потому, что в нашем App-компоненте мы жестко прописали директиву Welcome, и эта директива, значит, этот тег Welcome, он у нас отвечает жестко за страницу Welcome, которая находится в папке Home, Welcome Component. У Welcome Component есть Welcome Component есть селектор Welcome, и так как мы жестко вписали в наш темплейт значит, этот тег, да, Welcome, то постоянно, чтобы мы не не писали, какие бы мы тут URL сегодня не придумывали, постоянно будет, значит, выдаваться наша стандартная, дефолтная Welcome компонент будет загружаться. Друзья, для того, чтобы начать работать с раутингом, нам нужно сделать несколько шагов. Шаг номер один – это установка базового URL. Значит, базовый URL, если мы зайдем в файл index.html, в базовый корневой файл нашего аппликейшена, мы увидим здесь такую строку, давайте я немножко увеличу еще, мы увидим здесь такую строку base, href и slash, forward slash. Что нам это говорит? Это говорит нам то, что наш аппликейшен будет запускаться из базового URL. То есть, если у вас есть какой-то базовый URL, в моем случае это localhost 3000, в вашем случае это будет, ну, так как это development, это у нас localhost, а когда мы будем деплоить этот аппликейшен вживую, то у нас, конечно же, будет здесь какое-то доменное имя, например, в моем случае это может быть www.baluchel.com или maxondev.com или что-нибудь еще. И если мы прописываем здесь просто forward slash, это обозначает, что наше приложение будет запускаться из корня, из корня этого аппликейшена. То есть, мы будем писать www наш домен, наш домен, slash, и напрямую после этого будут идти наши все ссылки. Если же мы хотим, чтобы наш аппликейшен был как бы под доменом, под частью чего-то, может быть, вы пишете только маленький подраздел вашего сайта, то мы должны прописать какой-нибудь базовый URL. Например, мы хотим, чтобы наш аппликейшен запускался из как бы подраздела, ну, давайте там, тест, да, вот, например, тест. После этого мы увидим, что, после этого, если бы это был продакшен, то все наши линки, все наши ссылки, они бы начинались, они бы начинались вот так со слова тест, потом был бы слэш, и потом какое-нибудь название нашей страницы, например, вот так вот, да, но так как сейчас у нас development, так как у нас сейчас нет никакого раутинга, то все это не имеет никакого смысла. Это просто сейчас вам для того, чтобы понимали, что когда вы будете переходить на на живой сервер, если вы хотите, чтобы ваша ваша аппликейшен запускался относительно базового плюс какая-то вот еще часть, то вы всегда можете запустить. Ну, для нас мы сделаем href просто слэш, то есть мы будем запускать из базовой как бы директории, то есть по базовому пути. Значит, после того, как мы сделали, как мы сделали, как мы установили наш базовую сноску, наш базовую ссылку, мы с вами перейдем в в app module.ts, наш главный модул, но не единственный. В этом приложении, как мы видим, у нас будет несколько моделей, у нас будет модуль, посвященный продуктам, у него будет свой модуль, да, вот продукт, модул, модул.ts, будет еще другой, давайте я немножко поменьше сделаю, будут еще другие модули, посвященные разным частям аппликейшена, но самый главный модуль это апп module.ts, и здесь мы начинаем работать с нашим раутингом. Итак, друзья, вся основная логика раутинга в Angular 2 сосредоточена в стандартном модуле под названием router module. Давайте импортируем его. импортируется он из стандартной библиотеки Angular под названием router. Да, как только мы импортировали router module, у нас появилась возможность работать с раутинга. Как вы, наверное, друзья, уже знаете, конечно же, раутинг это всегда манипуляции с путями, манипуляции с путями. То есть, мы всегда должны задавать URL и говорить, что будет происходить, куда, на какие компоненты, на какие части аппликейшена мы будем попадать, когда мы задаем тот или иной путь. После того, как мы импортировали с вами router module, мы можем сконфигурировать эти самые пути. Значит, где они конфигурируются? Они конфигурируются в разделе imports нашего главного модуля. Давайте вставим вот в дырочку, то есть, то есть, как раз дырочка есть. Давайте сюда его и вставим. Значит, мы используем с вами наш router module, и у него есть два основных метода. Первый называется forRoot, а второй называется forChild. Если мы будем читать описание forRoot, мы увидим, что forRoot creates a module with all the router providers and directives. It also optionally sets up an application listener to perform an initial navigation. Значит, друзья, что это нам говорит? Нам говорит о том, что когда мы используем метод forRoot, мы не только конфигурируем, мы загружаем все директивы, все провайдеры, которые связаны с раутингом, но самое главное, что он также загружает и router сервис, который должен быть в application только один. Поэтому forRoot мы используем всегда в основном в главном модуле. Если мы будем использовать forChild, давайте почитаем список forChild. Тут тоже в принципе такое же описание, но смысл друзья такой, что forChild это такой же как forRoot, он загружает, делает нам доступными все директивы, все провайдеры, но не загружает router сервис. В этом разница. То есть forRoot мы используем в главном модуле, для того, чтобы использовать все провайдеры, плюс router сервис, который нам понадобится в дальнейшем. ForChild мы используем во всех зависимых модулах, не в главном модуле. Так как мы сейчас находимся с вами в главном модуле, то мы используем метод forRoot. Итак, друзья, forRoot метод принимает несколько аргументов. Первый аргумент, как вы видите, это массив router. Каким образом они задаются? Значит, каким образом они задаются? Первый параметр это путь, который мы должны хотим определить. То есть мы хотим сказать, что если мы задаем путь welcome, или home мы можем сказать, но у нас конец называется welcome, поэтому давайте зададим welcome. Так, welcome. Тут у нас есть несколько вариантов. У нас есть вариант первый это указать напрямую компонент. Можно указать напрямую компонент. Заметьте, что это не имя компонента как строка, это именно ссылка на компонент. Мы уже видим, что у нас импортированы все основные компоненты, нам нужны, поэтому мы будем использовать welcome компонент. Что такое друзья welcome компонент? Это есть та самая welcome страница, которая сейчас загружается. Но здесь мы не посмотрим. То есть welcome компонент, который находится в папке home. Вот он очень простой. Все, что он делает, это выводит наш title, картинку и все. Этой строкой мы сказали, что если у нас есть путь относительный к базовому нашему URL welcome, то мы загрузим компонент welcome. Значит, второй путь, который мы определим мы определим с вами пустой путь. То есть если мы ничего не загрузили, никакого относительного пути не указали, то мы опять у нас есть вариант, мы можем загрузить какой-то конкретный компонент, либо я вам покажу второй вариант, это сделать редирект. Значит, поэтому используем параметр redirect to, в котором мы указываем путь, на который мы хотим перейти. То есть вот этот redirect to это должно быть название вот этого пути, то есть мы хотим, если у нас пустой, ничего мы не указываем, мы хотим переходить на путь welcome, то есть мы переходим именно на путь, мы не переходим на компонент, мы переходим на путь. То есть что произойдет? Если ничего не указано, мы сделаем переход на welcome, на путь welcome, который в свою очередь загрузит компонент welcome компонент также друзья можно указать еще один параметр под названием пав матч то есть каким образом будет происходить матч на пути матчных пути тоже бывают несколько вариантов но мы скажем вариант то есть мы хотим чтобы наш путь вот этот вот путь то есть пустой да ничего мочился полностью для чего друзья это нужно это нужно для того что ангулар работает по принципу все кто 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 первый подходит тот и победил то есть если мы если мы укажем не укажем наш пав матч full а укажем паршал да который по умолчанию то получится так что все пути которые будут ниже него никогда не сработают потому что скажем так пустой паттерн он всегда будет срабатывать а мы же указывая параметр пав матч фун говорим что вот этот вот наш путь вот этот вот наш раут должен срабатывать только туда когда действительно ничего не указано надеюсь друзья понятно что я имел ввиду ну и третий так у нас часто сейчас раутов немного то последний мы укажем так называемый вайл кат пав который выглядит и вот немножко странно выглядит как две значит звездочки нет 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 где же те же у меня звездочки да вот здесь звездочки и который такой специальный специальный пав который говорит если ничего сверху не подошло то использую меня и вот здесь мы с вами загрузим компонент который также уже присутствует этом темплейте под названием page not found page not found то есть 404 ошибка 404 который давайте посмотрим как он выглядит page not found компонент он выглядит он всего лишь вводит видите строку this is not the page you are looking for итак друзья что важно понимать что важно запомнить про рауты да первое они матча происходит сверху вниз сверху вниз англо тестирует все пути на соответствие и это первое правило второе правило первое путь который подходит срабатывать все остальные игнорируются это второе правило которое нужно запомнить и третье запомнить что эти пути они case sensitive то есть если вы напишите здесь значит большие будете использовать другие буквы они будут приниматься во внимание так друзья после того как мы после того как мы написали все наши пути которые которые мы хотим использовать теперь нам нужно каким-то образом дать анагулар понять где и куда загружать вот эти компоненты которые мы которые мы определили потому что сейчас если вы посмотрите давайте мы определим какой-нибудь путь пример вот такой мы увидим что ничего не не работает ничего не работает мы постоянно переходим на перебрасывает нас на вот этот пустой путь но он не знает куда конкретно грузить то есть сейчас вот дан если я написал какой-то бред здесь что должно произойти он должен по идее перебросит нас на на вот на третий путь до компа компонент not found но этого не происходит этого не происходит значит для этого друзья нужно использовать специальной директиву под названием раутер аутлет кей и использовать использовать мы будем в главном компоненте вместо того чтобы хардкодить здесь название нашего компонента белком мы используем мы используем директиву раутер аутлет и давайте же посмотрим что что произошло и так по умолчанию у нас грузится наша велкам страниц вы даже видите мы можем даже ничего не писать пустоту но нас перебрасывает на путь велкам почему друзья так происходит я думаю уже все догадались происходит потому что происходит редирект то есть мы тестируется первый путь велкам нет он не подходит тестируется пустой путь да он подходит происходит редирект на белка да подгружается компонент велкам и показывается и поэтому путь меняется на белка потому что произошел redirect, переход на этот путь. Поэтому у нас меняется URL здесь. Что будет, если мы напишем здесь какой-то несуществующий путь? Мы увидим, что нас перебросило, соответственно, согласно нашим правилам, которые мы установили на компонент page not found component. Теперь же давайте, друзья, сделаем так, чтобы хотя бы какой-нибудь из наших кнопок ссылок здесь работал. Например, home. Давайте перейдем. Да, пока я не забыл, давайте я вам еще скажу такую интересную штуку, связанную с redirect'ами. В Angular есть такая как бы не проблема, но, по крайней мере, сейчас это то, как он работает. Этот redirect, он срабатывает только один раз. Что это имеется в виду? Не имеется в виду, что если у вас будет путь, который перебрасывает redirect'ом на какой-то другой путь, а в том пути, если будет тоже redirect, то это не сработает. Нужно сейчас, по крайней мере, поддержать только один redirect. То есть, если будет redirect на redirect, это работать не будет. Все ваши redirect'ы должны быть на путь, в котором есть элемент component. Так, хорошо. Давайте же сделаем нашу ссылку, наш link home, чтобы он работал и переходил на home, в конце концов. Сейчас мы видим, что здесь просто перебрасывают на пустую ссылку, но мы хотим, чтобы он перебрасывал нас на станицу велк. У этого, друзья, мы используем директиву под названием router link и здесь мы значит, параметром директива router link является массив. Является массив, в котором первый элемент этого массива должен быть ваш путь относительный. И вот, друзья, заметьте такую особенность, что если в путях здесь вы указываете вы указываете пути без слэшей, то есть, мы не пишем слэш велк, мы просто пишем велк, то в router link вам нужно указать вот этот вот слэш и после этого путь, на который мы хотим перейти. В данном случае у нас нет никаких параметров, у нас всего лишь один элемент массива, который перебрасывает на путь велка. Давайте как раз вот у нас мы сейчас находимся на странице значит, на пути page not found и когда мы нажмем на home, он перебросит нас, не перебросит, а подгрузит. То есть, друзья, мы уже все с вами понимаем, что в отличие от стандартной страницы, где когда вы нажимаете на какую-то ссылку, происходит полный релод, перегрузка страницы, Angular что делает? Полная страница, страница полностью не перегружается, перегружается только компонент, загружаемый в директиву router outlet. То есть, вся страница остается загруженная, как и была, только вот эта часть, вот эта часть, согласно нашим правилам, установленным в раутинге, перегружается на другой компонент. То есть, видите, как четко и скажем так, с точки зрения пользователя произошел этот редирект. Я нажал на кнопку на link home, и вся страница не перегрузилась, только компонент перегрузился. Ну, вот так, друзья. Да, конечно же, если вы используете этот router link и у вас всего лишь один здесь элемент, вы не используете массив, потому что в будущем мы будем использовать больше, чем один параметр в массиве, но если у вас только один массив, только один элемент, то вам не нужно делать этот бандинг на массив, вы можете использовать такой упрощенный синтакс, который выглядит вот так. Да, то есть, просто router link и просто ссылка. ссылка на него и все. То есть, давайте перейдем на что-то ненужное. Нажимаем, все работает. для полноты картины давайте оставим здесь для будущего полный синтакс, то есть бандинг на массив. Ну вот так, друзья, на этом мы закончим с вами самое первое видео из нашего цикла по раутингу в англар в втором. Давайте подведем итоги. Для того, чтобы настроить базовый раутин во втором англаре, вам нужно совершить следующее действие. Во-первых, вам нужно установить базовый URL. Во-вторых, вам нужно в вашем модуле импортировать модуль router module из англар router. В-третьих, вам нужно в в декларации модуля в разделе imports установить ваши пути согласно правилам. И в-третьих, вам нужно как правило на главном главном компоненте использовать директив router outlet. Конечно же, друзья, вы спросите меня, можно ли использовать больше, чем один router outlet на странице и иметь независимые раутинги на одной странице. Я скажу, можно, мы дойдем до этого в будущем, но сейчас у нас будет всего лишь один основной router outlet. И после того, как мы написали все наши правила раутинга, после того, как мы использовали router outlet, мы используем директиву router link, который мы используем для ссылок, мы используем ее для кнопок, и в нем мы с помощью массива задаем пути, на которые будет происходить переход при клике на них. На этом, друзья, я хотел бы завершить наше первое видео. Конечно, мы познакомимся с вами с более продвинутыми функциями раутинга, но это будет в следующих видео. Всего хорошего, пока-пока.